32 миллиона из столицы засветилось белыми и желтыми лампочками. Теперь на улицах города светит около 9 тысяч светильников. И все они исключительно российского производства. У нас подсвечено больше 20 объектов. Это не только здания, но и путепроводы. В том числе здания, которые вы отсюда не видите. Это Бабушкина 2, это Дом 16 по революции 5-го года. Это Смоль на 54-б высотные здания. Заливающая подсветка. Именно так называют ее специалисты. Такая технология подчеркивает все достоинства архитектуры, выделяет художественные элементы и скрывает недостатки здания. Чтобы светильники смотрелись единым целым, они подбирались и по свету, и по ансамблю. Да, и об экономии здесь тоже не забыли. Все лампочки энергосберегающие. Каждое здание потребляет в среднем 5 киловатт в час. Ну, это, грубо говоря, перевести, если на бытовые приборы, это 5 чайников вместе включенных одновременно. То есть это немного? Это немного, да. Как смотрится освещенный проспект Победы, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил с панорамной площадки здания, расположенного по улице Балтахинова. Десятки тысяч соединений, поэтому, естественно, что где-то ошибка вылезает. Вот мы сейчас оперативно, все это заслушанное оборудование мы имеем, исправляем, потому что я буду там в ближайшие 2-3 дня взять пиджи, и уже будет проводить. Отметим, что согласно договору довести объект до ума подрядчик должен до 5 октября. Иктина Иллистратова, Евгений Павлов, Новости дня.